Всем привет, ребята! А вы знали, что мамонты были не только в Якутии? Так вот, я тоже не знал. И каково было мое удивление узнать, что они обитали еще и в Мексике? Откуда же я все это знаю? А я знаю это от своих друзей-экспедиторов, которые не только побывали в Мексике, но еще и узнали и раскопали кое-что интересненькое. Ну что, идем? О находке в Мексике стало известно совсем недавно, но она уже успела поднять шума в своих кругах. И сегодняшним нашим героям Нюргуны Наговицыну, Саши Федотову и Кириллу Ескину посчастливилось совместно с ведущим научным сотрудником отдела изучения мамонтов и фауны Академии наук Республики Сахая-Якутия Валерием Плотниковым отправиться в Мексику. Наша экспедиция отличалась тем, что мы должны были узнать, как у них ведутся раскопки, потому что они отличаются от наших, и еще увидеть колумбийского мамонта. Он находился в полуокаменелом состоянии и немножко разваливался. Нам запретили к нему прикасаться, потому что при малейшем нашем движении он мог просто тупо развалиться на мелкие кусочки. Для начала ребята рассказали мне, чем отличается колумбийский мамонт от нашего шестистого. Во-первых, это размер. Высота в полке у взрослых самцов колумбийского мамонта достигала 4 метров, а их вес составлял около 10 тонн. Тогда как наш шестистый мамонт достигал максимум 3 метров и 8 тонн. Во-вторых, у нашего мамонта есть густая шерсть. И в-третьих, у него внутри хобота есть специальная варежка, куда он может сворачивать и укутать в тепле кончик носа. Кирилл, вот как ты думаешь, как в древности люди выживались с мамонтов? На самом деле есть теория о том, что именно люди истребили мамонтов, и они были, ну, как основной элемент их охоты. На самом деле, я становюсь мнением, что это не так, потому что, ну, мамонт – это огромное существо, которое очень сложно убить даже групповой охотой. Соответственно, добыча, производимая от мамонтов, то есть от его убийства, во-первых, она большая, но она нестабильная. То есть человек, он не может постоянно и на стабильном уровне охотиться на мамонтов. Соответственно, у них были более легкие для добычи цели, например, мелкая дичь, те же бизоны, те же какие-то волки, зайцы и так далее. Но известны факты, что люди селились у кладбищ и у стоянок мамонтов, и, возможно, они использовали их в качестве, ну, в ритуальных целях. Кирилл, а вот что интересно ты можешь еще рассказать про раскопки? Интересно, что вот в этом ареале, где находится большое количество мамонтов, расположено 22 вулкана. Именно это и является причиной хорошего сохранения останков. Ребята, побывав в экспедиции, смогли должным образом прикоснуться к работе настоящих ученых. Также они не только многое узнали о мамонтах, но еще пополнили свои знания о культуре народа Мексики и обрели новых друзей из другого континента. Наша экспедиция прошла просто великолепно. Самые три запоминающиеся части экспедиции, во-первых, это была наша работа в лаборатории, где мы классифицировали и чистили кости. Во-вторых, я бы поставил выезд наш в заповедник, запатитлан Саленас. И на третьем я бы поставил наш выезд в Новотопады, Сан-Агустин, Ауэ-Уэтли. Вот ты работал в лаборатории, и вот мне интересно, в плане изучения мамонтов, где больше продвинулись, в Якутии или же в Мексике? Я бы сказал то, что больше мы продвинулись в изучении в Якутии, потому что у нас больше образцов, и я бы сказал, что вечная мерзлота создает более лучшие условия для сохранения образцов. В Мексике же для сохранения образцов вулканический туф существует лишь. Именно такие находки заставляют задуматься нас о том, что мы совсем мало знаем о нашем мире, и нам еще многое предстоит узнать. Ну а нашим героям мы пожелаем еще больше новых открытий и успехов в их деятельности. Ребята, представьте только, как бы это было необычно, если бы мамонты выжили до наших времен. Ну а на этом у меня все. Интересуйтесь наукой. Всем пока!